МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика» в студии Ольга Пырочкина. Кабинет министров Чувашии обсудил проект бюджета 2016 года. Глава республики отметил, что перед правительством стоит ряд приоритетных задач. Эффективное управление долговыми инструментами, снижение зависимости региона от негативных процессов и обеспечение устойчивого развития экономики. За последние два года сэкономлено порядка 815 миллионов рублей. Экономию удалось достичь за счет эффективного управления кредитами и общественными финансами. Этой экономии нам удалось достичь за счет привлечения бюджетных кредитов только в этом году на сумму 5,6 миллиарда рублей, что превышает сумму таких полученных кредитов в совокупности за последние 8 лет. Второе. Я неоднократно подчеркивал, что все социальные обязательства Кабинета министров Чувашской республики перед населением должны, безусловно, выполняться. Выполнение социальных обязательств прописано в проекте бюджета на 2016 год. Запланировано строительство еще 50 ФАПов, школы, спортивных объектов. Такие предложения были высказаны на встречах с жителями республики во время предвыборной кампании. Светлана Янилина рассказала, что проект финансового документа составлен по консервативному принципу. При его разработке ориентировались на показатели социально-экономического развития. Параметры дохода они составляют 32 миллиарда 104 миллиона рублей. В том числе собственные доходы на 2016 год оценивается в объеме 22 миллиарда 993 миллиона рублей. С ростом к оценке поступлений 2015 года на 5 процентов или на миллиард 87 миллионов рублей. Расходы бюджета предлагаются утвердить в объеме 34 миллиарда 327 миллионов рублей. Снижение доходов и расходов к уровню 2015 года также было Михаил Васильевичем пояснено. Что касается дефицита, то он оценивается на уровне 10 процентов от собственных доходов. Сумма его равна 2 миллиарда 223 миллиона рублей. Сумма налоговых поступлений на 2016 год планируется в размере 21 миллиард 442 миллиона рублей. Рост к текущему году на 6 процентов. Для увеличения доходной базы правительство планирует применять меры налогового стимулирования. Расширен список видов патентной деятельности. Ожидается и поступление из федерального бюджета. И при формировании и исполнении бюджета в следующем 2016 году мы должны четко обозначать векторы развития экономики и достигать поставленных задач. Используя внутренние резервы и весь тот потенциал, который имеется в каждой отрасли, в каждом трудовом коллективе и у каждого предпринимателя. На заседании правительство также рассмотрели вопросы управления и распоряжения госсобственностью и приватизации госимущества. Был одобрен проект закона о ветеринарии. Кроме того, принято постановление об установлении величины прожиточного минимума за третий квартал 2015 года. По сравнению с данными второго квартала, она снизилась почти на 5 процентов и составила 8191 рубль. По данным министра здравоохранения Аллы Самойловой, это обусловлено уменьшением цен на некоторые продовольственные товары. Татьяна Молокова, Регина Кубайкина, Андрей Шоклев, Республика. В Батаревском районе завершился экономический форум «Шегарданский диалог.Он». Прошел в пятый раз и собрал более 400 гостей из разных регионов и стран. В этом году участники форума обсуждали вопросы развития бизнеса на селе. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. Чак-чак, всевозможная выпечка, мясные деликатесы и мед. На импровизированной выставке фойе местного дома культуры собрали, пожалуй, все, чем богата шегарданская земля. Продукция, произведенная здесь, реализуется и в других регионах. На фоне растущего спроса в этом селе каждый год открываются новые хозяйства. Агроотрасль в республике будут поддерживать и дальше. В следующем году на развитие сел из регионального бюджета направят миллиарды рублей. Более 500 миллионов планируют потратить на строительство дорог и благоустройство, отметил глава республики Михаил Игнатьев. Ни на один рубль не сократили поддержку сельских территорий. И поддержка это сельского хозяйства. Это основная наша цель для того, чтобы наши земледельцы, производители сельскохозяйственной продукции воспользовались созданными дополнительными возможностями для того, чтобы наши производители свою врученную продукцию или продукты переработки представляли на потребительский рынок. В селе Шигарданы в ближайшие годы может появиться агропарк. Именно он должен объединить местных предпринимателей в один мощный кластер и помочь им продвинуть свою продукцию на зарубежные рынки. На территории Батаревского района планируют открыть предприятие по глубокой переработке овощей, мяса, хранилища, а также представительство поставщиков кормов. Ожидается, что агропарк объединит более 20 различных компаний. В составе структуры, предполагаемого нами агропромышленного кластера, представительство финансовых и лизинговых компаний, муниципальных организаций и бизнес-сообществ, оказывающих консантливые и другие услуги в части поддержки развития бизнеса. Филиалы образовательных учреждений, профтехобразований и УЗов. В Шигурданском агропарке появятся сотни новых рабочих мест. В Федеральном министерстве сельского хозяйства говорят, что намерены поддерживать подобные проекты. На фоне санкций зарубежных стран снижаются импортные поставки. Но свободные ниши должны активно занимать российские продукты. У нас практически по всем показателям, кроме овощей, у нас идет снижение импорта от 25% на молоко и молокопродукты. До 21% это у нас не хватает. Это только овощи бахчевые. Много у нас фермерских хозяйств. Не хватает техники, не хватает ресурсов. Много вопросов связано с ремонтом сельхозтехники. И вот этот кластер, задача его, во-первых, повысить эффективность работы фельдских хозяйств. Реализацию этого проекта готовы поддержать и депутаты Государственной Думы. Нужно открывать хранилище и для овощей, и для другой продукции. Необходимо все-таки строить инфраструктуру и логистические центры. Это все затратно. И, конечно, здесь в первую очередь мы очень рассчитываем на Министерство сельского хозяйства. Участники форума «Шигурданский диалог» уже обратились к властям с просьбой оказать содействие в создании агропарка. Реализовать данный проект планируют в ближайшие годы. Медриковалев, Сергей Рябчиков. Республика. Сегодня по всему миру отмечается день борьбы с инсультом. Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему самые распространенные причины смерти. Диагноз «инсульт» каждый год ставят четырем тысячам жителей Чувашии. В зоне риска находятся не только люди пожилого возраста, но и те, кому меньше сорока лет. В рамках акции в медицинских учреждениях Чебоксар проходит Дни открытых дверей и занятия в школах здоровья. А в торговых центрах работает сосудистый патруль. Улыбнуться, заговорить, поднять обе руки. Три этих простых движения позволяют диагностировать инсульты, оказать своевременную помощь. Коварство этого заболевания в том, что на его симптомы зачастую не обращают внимания, что приводит к губительным последствиям. На консультациях в больницах врачи и специалисты рассказывают о профилактике и лечении этого недуга, проводят различные тесты. В семи торговых центрах Чебоксар любой желающий также может измерить артериальное давление и узнать, при каких симптомах нужно незамедлительно обращаться к врачу. Все эти процедуры не занимают много времени, но они позволяют нам чувствовать себя увереннее. 4 ноября россияне отметят День народного единства. В праздничные дни изменится график движения некоторых видов транспорта и работы различных ведомств. Так, для удобства пассажиров на три дня изменится график движения пригородных поездов Горьковской железной дороги. 3 ноября во вторник поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 ноября по расписанию воскресенья, а 5 ноября в четверг по расписанию понедельника. Подробную информацию можно получить в едином информационно-справочном центре РЖД на сайте rjd.ru в разделе «Пассажирам». Также в связи с учетом работы Почты России и Сбербанка в праздничный день скорректирован график доставки ноябрьской пенсии. Так, в отделениях почты пенсии за 4 ноября будут выплачиваться 3 числа, с 5 ноября будут доставляться по обычному графику. В Сбербанк пенсионный фонд перечислит средства 2 ноября, срок доставки с 3 по 7 ноября. Получить пенсии можно, как только Сбербанк зачислит средства на счета пенсионеров. Внушительная трещина с перепадом высот в 10 сантиметров. Такой изъян образовался накануне вечером на проезжей части по улице Университетская в Чебоксарах. Трещина образовалась около 5 часов вечера 28 октября, сообщает портал «За рулем». Известно, что рядом с данным участком в течение нескольких дней проводились подземные работы с коммуникациями, что и могло послужить причиной повреждения. Новость вызвала бурную дискуссию на форуме. Автолюбители переживают за безопасность движения по улице и то, что трещина может разрастись и даже привести к обвалу. Если быстро все не сделать, то и дорога в яму провалится. И не дай бог машина и общественный транспорт. После работы около 8 вечера домой возвращался на маршрутке. В припрыжку пролетели этот участок. Про себя подумал, может, лежачего полицейского положили. До этого все гладко было. А на самом-то деле, вон что случилось, однако. Такая же ямка давно на пересечении Николаевой, 50 лет октября. Однажды забыл про нее. Жму тормоз, а эффектов в полете нет. Пришлось на встречке останавливаться, чтобы в стоящего на красной не въехать. Хорошо, что и для встречки был тоже красный. Когда и кто будет устранять повреждения полотна, сейчас решается. В Чувашии продолжается строительство туристического рекреационного кластера «Этническая Чувашия». Накануне состоялся пресс-тур по объектам проекта. В туристский рекреационный кластер «Этническая Чувашия» входят два проекта. Этноэкологический комплекс «Ясно» в Чебоксарском районе и этнокомплекс «Амазония» на территории парка 500-летия Чебоксар. Цель проектов – развитие в республике этнического и круизного туризма. На сегодняшний день строительство этноэкологического комплекса «Ясна» и этнокомплекса «Амазония» на фазе активного завершения. Если говорить про «Ясну», то там завершены практически все коммуникации, введутся завершение строительства автодороги и параллельно строится электросвещение. До конца года объекты инженерных коммуникаций будут полностью сданы в эксплуатацию. К летнему сезону в Ясне будут построены уже 8 дворов, а всего их в рамках проекта планируется построить 33. В каждом дворе есть баня, гостевой домик. Летом в Ясну уже приезжали взрослые и дети из Чувашии и Пекистана. В Чебоксарах, в Амазонии работа также не стоит на месте. Из больших объектов мы с вами планируем до конца года закончить центральный вход в полном объеме с скульптурной аллери и героев национальных. На водоеме вы были. Ротон до 1 ноября приступаем к строительству административного офисного здания и фитнес-центра ресторанного комплекса, этнического ресторана «Шевармань». То есть это тоже как бы все по графику. Администрации города выдано разрешение на строительство, думаю, я тоже проблем не вижу. Некоторые объекты Амазонии уже полюбились жителям города. На водоем и лестницу влюбленных на Афанасьева приходят молодожены, гуляют мамы с детьми. Федеральные средства, выделяемые на строительство коммуникаций, по словам заместителя министра культуры, освоены на 70%. Три участка дороги на территории парка Амазонии практически достроены. Три дороги на данный момент, которые мы должны закончить до 15 ноября согласно календарного графика утвержденного. Здесь у нас происходит строительство автодороги Соколова-набережная. Сейчас мы закупили Адгизол-6, который позволяет нам укладывать асфальтобетонное покрытие в минусовые погодные условия, то есть до минус 15 градусов. Общая площадь строительства туристических объектов составляет 246 тысяч квадратных метров. Все работы по этнической Чувашии планируется завершить к 2018 году. Чебоксарские школьники в очередной раз проверили свои физические возможности. Более 400 старшеклассников получили возможность сдать комплекс готов к труду и обороне, результаты которого уже в предстоящем учебном году будут учитываться при поступлении в УЗА. В 2014-2015 годах нормативы комплекса ГТО сдали более 3,5 тысяч чебоксарцев. Преимущество, конечно, отдается участникам пятой ступени. Это школьники 16-17 лет. Именно они станут первыми, кто официально будет сдавать нормативы ГТО в Чувашии, так как ведущие вузы страны готовы начислять дополнительно от 1 до 4 баллов абитуриентам, у которых есть серебряные или золотые знаки. Сдать нормы в Чувашии будет возможно в каждом муниципалитете республики, пока ведется активная работа по оснащению пунктов тестирования необходимым оборудованием. В рамках подготовки России спортивной державы была укомплектована наша база полностью всем оборудованием для принятия норм ГТО. На прошедшем тестировании ученики чебоксарских школ проверили себя в шести видах дисциплин. Многие из них хотят не только увеличить свой итоговый экзаменационный балл. Чебоксарские школьники действительно любят физкультуру и спорт. Я знаю прыжки, подтягивания, гири будут, потом дальше будет и стрельба, бег. Да, все очень хорошее дело. Очень рад, что такое мероприятие все равно существует. Сдаем прыжки, подтягивания, всякие различные нормы. Я очень рад этому, потому что каждый может узнать или проверить свои спортивные какие-то способности, проявления. Каждый, я думаю, каждый из присутствующих рад, что он находится здесь. Это была не последняя массовая сдача комплекса готов к труду и обороне. Впереди проверка физической подготовки студентов, сотрудников бюджетных организаций и представителей правительства республики. Екатерина Абрамова, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика. Это все новости к этому часу. Итоги дня в вечернем выпуске программы Республика. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова